Музыка Ай, а что ты бегаешь, как говорится, в таком возрасте? Тяжело бегать. В таком возрасте надо сидеть, телевизор смотреть. Я говорю, не, я не хочу телевизор смотреть, я хочу бегать. Если я не побегаю, я себя терзаю. Почему? Здравствуйте, меня зовут Леонид. Мне 73 года. Как у всех пенсионеров, у меня есть огород. Вот огурец есть. Уже холодно, только они не растут уже. Но я еще бегаю каждый день. Занимаюсь йогой, дыхательной гимнастикой. Я живу в город на танце. Иду в магазин подтягиваюсь. С магазина иду, подтягиваюсь тоже. Врачи меня подостерегают. Говорят, это большая нагрузка. Я им не верю. Потому что они не знают мой организм. И я вижу цель перед собой. Еду. Если не смогу бегать, я буду ползать. Я живу в агрокородке Бегосово. Пограничный поселок. В Латвии. Вокзал у нас основная достопримечательность. Не бегают люди моего возраста здесь. Ни один. Пытаюсь кого-то со мной привлечь. Даже молодых. Никто не хочет со мной бегать. Ну, я родился в Мёрзком районе. Мать не в состоянии меня содержать. Я был в детском доме. В городе Ашмян. Со спортом я как-то мимо проходил. Спорта. Ну так. Футбол не играл. Ну, баскетбол иногда. В 20 лет я был слабее. Потому что я не занимался. Ну, после детдома у меня брат предложил мне помощника экономеханика. На передвижке по всему району я ездил. В то время телевизора у меня было. И все ходили кино. Почти вся деревня. А потом мне шевлею четко было. Она написала приезжай и я помогу строиться. Я приехал в Литву. Опа. Я вот в Рыге. В то время даже специальные велодорожки у них были в то время. Это был 70-й год. 1970-й год. Так. Вот. на молодости Тамара. Я, как говорится, на втором этаже жил в лучшем житии. Потом смотрел и фимпатичная девушка. Ну, вот мы вместе, но еще и посторонним. 38 лет мы пожили вместе. потом что-то у нее колено заболело. Вот ее обнаружили онкологию. Ну, вот. я 29 января не стало. Ну, это будет 29 января будет 7 лет. Ну, я, как бы, был недалек от депрессии. заснуть невозможно было. Как бы, лучше кошмар. Как бы, ничего не хотелось. Ничего. плотал все таблетки всякие, снотворные, ничего не помогало. 5 месяцев я не находил себе места. Я не знал сначала, чем заняться, а потом решил тебе полную нагрузку, чтобы успокоиться. Ну, и побежал. первый день мне тяжело было держать. Когда трудные минуты брал себя в руки и, в общем-то, говорил, я сильный. Первый раз я пробежал 5 километров. 5. Потом я побежал дальше 7 километров, потом 14. потом 21. Не сразу, конечно, постепенно. Тревоги ушли, потихоньку он стал успокаиваться. И 21 километр я бегал каждый день 2 месяца. Ну, просто говорили, что ты бегаешь? Одурел, что ли? Мне нравится, я бегаю очень. И все привыкли, сейчас спрашивают, сколько километров. пробежал, все, спрашивают, где я бываю, все. Сейчас я иду в гараж, надо найти необходимый инструмент для огорода. Как у любого пенсионера, у меня тоже есть огород. пенсионера, иногда я после пробежки бегу, проверю, вот, например, может, огурцы там, сорву. Я тыквы большие собрал, и что я смотрю, еще кабачок вырос. Но в этом году мне было проще. Мотоблоком опухали, и все. Обычно я вручную много лет. Люди, которые я предлагаю заниматься, они говорят, у меня на огороде занятие. Но я говорю, это совсем не то. На огороде это утомление, получается. Мне проще пробежать 20-30 километров, чем перекопать огород. Картошку это можно и раньше, и позже выкопать. Но марафоны не часто бывают. Готов участвовать во всех. Это 15-й марафон, я уже не боюсь. Но, как говорится, не всегда финансово получается. Вот на Минск поехал, там 5 километров бесплатно. Но обычно я каждый год бываю на полумарафоне. Я, можно сказать, жду целый год. Им паспорт надо, да. Ну, где раздевается естественное камерохранение должно быть. перезинцем можно побегать немножко. Я бегал в Могилеве, Орше, Витебске, Полоцке. Скажи, пожалуйста, где построение, где строится? На 5 километров? Да. Да. Я сейчас бегаю каждый день. Но мне говорили, что знаменитые бегуны каждый день бегают. Но все равно я считаю, что надо бегать каждый день. Ну, для себя. Три, два, один, стоп! Я все-таки участник на 5 километров сил побольше. Страша нормальная, только что лужи, охлаждение хорошее. Словно я окунулся в родную Лесихиеву. Не знаю, как у кого, но у меня традиция в день забега, когда получаю медаль, ходить с ней до конца дня. Я это сделал. Я сейчас поеду домой и дальше буду каждый день тренироваться. Хочу быть всегда бодрым, здоровым, чтобы меня видели не теряться в трудных ситуациях. дать. Так, дай его промощить. Вот здесь нормально? Да, хорошо. Я самую длинную дистанцию у Полоцка пробегал 30 километров. А на велосипеде я четыре раза проезжал 140 километров. На обыкновенном аисте. Велосипед очень старый, он меня не подводил. У него простое устройство, его легко отрамонтировать по дороге. ну, я не знаю, за 40 лет сколько проехать можно. Недавно я ездил на велосипеде на забег. Расстояние было 70 километров. И там еще 4 километра бегал. Я целую неделю думал ехать, не ехать. Но решил ехать. Если не поеду, буду потом мучиться. Почему я не поеду? Другие люди моего возраста, они говорят, я даже километр не пробегу. Врачи меня подостерегают. Для твоего возраста большая нагрузка. Я говорю, я нормально чувствую, зачем мне мерить давление. Я специально этот прибор дочки отвез. Утром начинается дыхательная гимнастика. Некоторые упражнения делали на кровати. Вот так. Растяжка. после дыхательной гимнастики иду на кухню. Утром я утробляю хлопья. Пять злаков, семь злаков. Сарай жирного много не есть и все. Лет семь я ни разу никак не употреблял спиртного. Два часа отдыхаю после завтрака интернет. Захожу там публикации посмотрю. Надо сам делать. На танцы я езжу в полосок по субботам для людей пожилого возраста. Обычно другие не так танцуют. Мне быстрая музыка нравится. Лучше, чем медленная. Я специально так танцую, как я бегу. Я тренирую ноги. Ну, типа как спортивный танец. У меня все спортивное. на спорт приходит. Я иду по берегу реки, которая называется Западная Двина. Ну, и иногда я сюда тоже прибегаю. Да, я здесь в основном и плаваю. Когда я подхожу к Двине, я забываю обо всем, как бы набирая силу. Она мне дает силу. Представляю, что течение вносит все плохое, а хорошее остается. я стараюсь не соответствую своему возрасту. В душе 20, у меня постоянный возраст, но не 18 и не 21, мне 20. мечтаю заняться тэгпандо, чтобы быть еще сильнее. как вы думаете, сколько еще по времени вы будете бегать? До бесконечности. Если не смогу бегать, я буду ползать. Я бегаю, чтобы доказать, что в любом возрасте можно достичь каких-то результатов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА